...игрока мира и претендента на это место. Тем более, что Тиму Болл уже был на первой строчке Мирового уровня. Все трубят о том, что вот-вот уже скоро и первая строка недалеко. Хотя Тиму Болл очень много проигрывает Ван Ли Циню и национальный. Но посмотрим, что Болл покажет в этой игре. Теоретически, потому что если, конечно, что-то не случится с характером Ван Ли Циня, потому что тоже он непростой молодой человек, то нужно придумывать сложные варианты игровые, очень правильные движения слева, справа. Но его можно запутать, наверное, только вращениями. Сложные вращения. Хотя... ...было на открытом чемпионате катера в этом году в феврале месяце. 4-1 тогда китайц выиграл. Когда Ван Ли Цинь в первом круге на групповом этапе обыграл Тиму Болла со счетом... ...психологически не очень устойчивый молодой человек. Ну, не очень молодой. ...лет, но он не очень устойчивый. Наверное, можно какие-то варианты делать. Какое-то поведение в отношении его. Но если чистая игра, я думаю, что варианты выиграть. Наверное, вы смотрели финал чемпионата мира. И Иван Ли Цинь им. А потом что-то случилось именно с Малиным. И все. Не знаю там... Может, с головы на ноги. Да, с 360 градусов. Но 11-3 без... Слова поддержки, кричать в хорошем смысле слова. Завестись, что называется. Завестись. А пока этого не видно, потому... Вот, 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 вот. Ван Ли Цинь иногда просто перекрутки или жесткого приема. Может быть и такой вариант. Но, но, но... 2-1, пока впереди китаец. Жестче. В средней зоне... Жестче. Жестче. Проигрывает болт. И хорош. Мы на территории Европы обязаны болеть за них. Не обязаны, но... Я снова напомню, что в Кубках мира 13 раз побеждали китайские спортсмены. И 12 раз... Я думаю, что вот в разнообразии вариантов выберем. Ну, давай, короче, тогда можно рассчитывать на какой-то розыгрыш мяча. Вот, в подходе к мячу, в подходе к столу. Великолепно. Желаю успеха более. Тима Болл, кстати, последний из европейцев, кто побеждал. Балом правил Малинь. Получается, убегает сейчас, да, Тима Болл? Он, ну, 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 все, ну, нет, может ошибиться по простому мячу. Я такого не представляю. Ну, давай, еще добавляй, добавляй. Красавица. Хорош. Ну, его остался у стола, Тима Болл тоже отстал. Хорош, молодец, опять острый. Тиму, наверное, 8. Выскочила подача, я думаю, что уже смерти подобно. На нашем уровне еще можно это играть, а на высоком уровне. Ну, добавляй, добавляй, туда, да. Подача, чем на своей. Прекрасно. Двухходовку сделать. Короткой с боковым. А, я ошибся на приеме, Тима Болл. Это прогресс. Да, 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 именно правильно, Дима, очень правильно, потому что пошла игра, пошел розыгрыш мяча. Не заканчивается. Устала, мне так кажется. Конечно, конечно, заставить. И я думаю, что очень много... Нельзя, конечно, назвать проходными его встречи в... Все-таки Иван Лицин очень высокий. Играет, да, в живот, в него, в правую половину живота, потому что трудно высокому человеку. Искать надо, но если не искать, то вообще тогда не надо. После того, как Тима Болл закончил последнюю встречу группового этапа против... Ничего, это нормальное явление. Хорош с этим вращением Вальницин. Но я видел много раз, что в Вальницине... Могу сказать, что находят варианты уже. Уже пошла игра. После первого... Говорил, что главный его соперник в матчах, это он сам. Ну, это там... Быстрая игра. И даже уникальные люди, спортсмены, не всегда успевают. Вот, сейчас он перешел или как-то не так отсказал. Ну, подойди к судье, попроси его... Нет, я думаю, что... Нет, я думаю, что... Нет, я думаю, что... Ходил, стучал по столу. Ну, и теперь вот я... А жалуемся все мы на 100%. Ну что, 9-7? Да. Все, вот эти... Ракетку, да, и... Ну, и... Даже не то, что... Вот, очень хорошо. Вот. Стал болт. Нет, 8-8 свои подачи были. Можно... Можно реализовать. Итак, 2-1. Впереди Ван Лицинь, но преимущество, по всей видимости, сейчас у Тима Бола, по крайней мере псих... 1-2 он проигрывает по партиям, но, как я уже сказал, психологическое преимущество должно быть на его стороне. 1-0. Мне непонятно, почему... Он владеет мячом, он туда направляет, и после этого хочет смещаться глубоко вправо, он играет после этого влево. Его подопечный будет играть в предстоящем матче. Он сказал, что Ван Лицинь, как лидер мирового рейтинга, безусловно, имеет должным образом, то имеет он шансы на успех. Ну, вот опять он... Терпи, терпи, и потом остро. И опять идет. По скидке, по топсу, вот так. С этих подач. 6-й раз спас. Хорош. Играет не согнутой рукой справа, поэтому сразу маленькие ошибки. Ребра пошли. Я не думаю, что бы это поможет. И опять просто... Ну, это выиграл Тима. Неправильно. Есть такое понятие, когда... И иногда поражение приходит. Отлично, отлично. Ну, это... Свои подачи как-то. Вот. Перекручиваем, молодец. Ну, 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 ну. Вот. Да. Ой, удобно же было. В данный момент, конкретный данный момент. Да, нужно перестроиться. Ну, проиграл вторую, выиграл. А разрыв остается тот же... Ну, давай. Подача выскочила. Донни, он специально подавал длинную вправо. Знает, что этот мяч обязательно так не будет. Ну, смотрите. Отлично. Вообще вращает по-настоящему. Начинает атаку. Чуть-чуть не... Это правильно. Ну, ну... Аккуратно играет Ван Лицынь. Аккуратно, не переводит. Хорош! И ошибся. Хорош! В этой партии Тима Болл выиграл на балансе. Несмотря на то, что счет был 10-8 в его пользу, я напомню. Можно играть. Ну, нашел способ Тима Болл выигрывать. Значит, молодец. Смотрите, кулак и расслабление. Ну, такой, наверное, человек. Ну, вот это вот через короткую игру. Какие-то варианты в этих вариантах сам запутался. Вот этот острый топ. Для того, чтобы дальше продолжить розыгрыш. То есть сейчас он вот единичным топсом рисковал. Не просто удерживал мяч. Вот видите, опять рискует. То же самое, да. Но все равно... Наклоны ракетки при выполнении движения. Ну, а это просто очень слабо... Слабо... Это, конечно, относится к болю. Потому что... В выполнении всех технических элементов... Проигрывал 0-2 и выиграл 4-2. Здесь он ввел 2-0. И психологически точно сломался, видим. Ходит разговор... Потому что практически весь зал... Как говорят... Весь зал знал, кто должен был переломить себя. Потому что, зная Вальнициню, я думаю, что... Логически не очень устойчивый молодой человек. Гениален, конечно, по игре. Но... Поехали! Значит, найти возможность больше играть. Поехали! Да, таковая... Смотрим, что будет. Хорош! Больше! Томатом будет рисковать, потому что заставит себя. Вот, второе вращение. Думаю, что никто не ожидал такого от Ван Ли Циня в первую очередь. Но мы ждали психологию. Психология и даже теперь фантастическую игру. Или может сорваться. И после этого проигрывать простые мидии. В этом году на Пустимире 4-0. 4-0. И я бы играл в финале еще одного китайца. Ведь Конлинько, олимпийского чемпионата. Да, я думаю, что просто может быть, смены говорят. Не бы любого другого, кроме этого. Ну, как мы играть с Малинем, да? 10 встреч они провели. Все 10 выиграл Малинь. И Хрианга выигрывает у него меньше сета за игру. Немецкий спортсмен. Мы теперь будем надеяться. Ну, вот видите, заставил себе заходить и играть справа. Вот, все, 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 поехал он. Играй, заставь себя играть справа. Ну, все равно, псять. В этой ситуации сейчас он играет и проиграл сет. Нет. Расслабить, найти способ. Но я не думаю, что это будет. 7-1. Сейчас ситуация не в пользу. Бола, конечно. Ну, я могу сказать грамотно в том смысле, что он знает, что он проиграл. Он предыдущий подумает, что, может быть, он и решил упростить себя игру. Вот так, да. Который он хочет выиграть в седьмом сете. Так как-то поспокойнее все это сделать. Да, да. Ну, это... 10-2 в пользу китайского спортсмена. Да, да. Ну, и все закончилось. Сейчас борьба нервов. Очень интересными выдаются встречи, которые мы показываем в прямом эфире. Ну, я думаю, что зрители довольны. Ну, это просто триллер, маленький триллер. Представьте их бурю, что у них творится. Начало седьмой партии. 3-3. Хорош, хорош. Ну, строжий. Продуктивней. Продуктивней, да. Когда... Ой, выскочила. Достал, молодец. Остался на месте. Уже готов был поднять кулак. Да, отлично, отлично. Отлично. И ребром, прием ребром. Говорит, по сторонам это... Я не думаю, чтобы это ему помогало. Отлично. И опять непонятно вообще, что... Более. Три очка ведет бол. Отлично. Ван Лицине помогла. Да, здорово. Все правильно. Чтобы у него ровное дыхание было. Отлично, отлично. Только лишь заставит сконцентрировать себя на подаче. Ну, кто-то рискует. Четыре. Надеемся, надеемся. На приеме он лучше играет. Отлично, ребро. Посмотрим, там еще и поборется с ним, его имеем. С момента его выигрыша в Шанхае, он, по-моему, вообще больше ни одной встречи не проиграл. Вот это первая сенсация, наверное, самая громкая на этом Кубке мира. Тима Болл оставляет за бортом соревнований первую ракетку планеты, которой рассчитывал на успех. Это жена, кстати, Тима Болла, Радли Лея Кубе. Теперь уже Радли Лея Болл. Что касается Ван Лицине, то он всерьез рассчитывал на успех. Если я сейчас посмотрел, это не НИМ-2, а три дня именно с расширением. Продолжение следует...